Неприятный запах от канализации и сплошное болото. Такая ситуация из года в год продолжается в микрорайоне Досаав Кировского района Махачкалы. Вода стоит круглый год, образовав целое озеро. К нам в редакцию обратились отчаявшиеся жители, чтобы хоть как-то привлечь внимание властей. В масштабах бедствия разбиралась Зумруд Гамидова. Лебеди, дикие отки и даже фламинго. Вот такую картину теперь наблюдают жители микрорайона Новый город. Поселок затопило сточными и канализационными водами еще много лет назад. Дорог практически нет и ходить невозможно. Жильцы своими силами проложили доски, чтобы хоть как-то добираться до своих домов. А мы вот так каждый день перебираемся утром и вечером. А как давно вообще эта ситуация происходит? Ну я уже вот здесь почти три года живу. Вот, пожалуйста, вся картина на лицо. Куда только они обращались во все инстанции. Вот сейчас уже и суд у нас был, решение суда у нас есть. У них был срок до 6 октября, чтобы они исполнили это. Устранили вот откуда вытекают канализационные стойки. Это же инфекция вся идет. Зловонное озеро – место цветущего сада. За несколько лет участок Амара Салимова превратился в болото. Мужчина постоянно подсыпает землю вокруг дома. Но это не спасает. Почти два метра там глубина под этим подходит. Вот до фундамента еще к концу месяца уже вот здесь будет вода стоять. Вот так уже вода будет здесь стоять. А там же выше, вот здесь она просачивается, все равно вот сюда выходит вода. Свои беды люди связывают с масштабным строительством по соседству. А все дело в том, что вода накапливается из-за непроходимости дренажного канала, русло которого самовольно изменил хозяин вот этой постройки. Обычно при строительстве делается отвод воды с территории, где есть грунтовые воды. Здесь же просто сверху засыпали землю. Застройщики забетонировали все дренажные каналы и построили на них высотки. Так и образовалось это болото. Эта вода идет вдоль дороги Казбекова, улица, проспект Казбекова, с федеральной трассы сейчас, которая идет, где оригинал заправка чуть выше К4, коллектор К4, до коллектора К4. Вода идет в К4, в основном которой кирпич пилят, мойки там вдоль дороги. Эта вода была просто для сточных вод, которые сделаны, канавка вдоль дороги, превратили в канализацию. С тех пор, как проезжая часть превратилась в полосу препятствий, сюда отказываются ехать даже машины скорой помощи. Переболевшая ковидом, Хадижат Магомедова с температурой была вынуждена добираться в больницу сама. По словам жителей, они уже обращались в мэрию с жалобами, но никаких мер предпринято не было. Местные называют происходящее чрезвычайной ситуацией. И каждый год вот так обещали, сколько мер поменяли, обещали, сколько президентов. Никто ничего не приходит, никто ничего не делает. Сейчас тоже он говорит, кто-то пришел, не будет делать. Они обещают и все. Один разговор, больше ничего нет здесь. Отчаявшись, люди просят администрацию принять все меры, чтобы помочь бедствующим жителям. Первый же дождь, вот здесь люди в сапогах проходить не могут. Хочет в ноябре? Да, там вода стоит, там вода. А здесь дети ходят в школу, здесь люди на работу ходят. Хотя бы администрации какую-нибудь помощь. Машин 10 засыпают и грейдер пустят по этой дороге, пока дожди не начались. Если можно такое. Чтобы разобраться в ситуации, мы обратились в управление городского ЖКХ. Там, говорят, проблема решаема, но необходимо финансирование. Минимум 5 миллионов рублей. Проект, разработанный управлением ЖКХ, предусматривает укладку труб диаметром 800 миллиметров, общей протяженностью 340 метров. Сейчас разработана сметная документация и включена в бюджет на 2021 год. Если эти деньги будут включены в бюджет, заложены в бюджет на 2021 год администрации города, то мы можем в следующем году приступить к этим работам, определить подрядную организацию, кто будет этим заниматься, и начать работу, чтобы в дальнейшем не затапливались участки Микрон-Доса. Сегодня в микрорайоне сотни домов. Кроме того, он активно застраивается, и даже несмотря на плачевное положение соседей, кто-то по-прежнему пытается урвать лакомый кусочек и стать полноправным жителем местной Венеции. Зумруд Гамидова, Магомед Магомедов, Мурат Бигбарзов, телеканал ННТ, Махачкала. Дагестан сегодня отмечает столетие со дня провозглашения автономии. Новый статус республики был провозглашен на Чрезвычайном Вседагестанском съезде 13 ноября 1920 года. Создание дагестанской автономии эксперты называют новой точкой отчета в нашей истории. Это событие способствовало экономическому подъему Дагестана, создало предпосылки для национально-культурного развития в новом формате. Подробнее о том, как тогда определялась судьба республики, в нашем следующем сюжете. Именно в этом здании ровно 100 лет назад была провозглашена автономия Дагестана в составе Советской России. Решение это принималось в бывшей столице республики Тимирхан-Шуре. Зачитывал резолюцию лично Иосиф Сталин. Тогда он был народным комиссаром по делам национальности. Участие в этом событии принимало более 300 делегатов, представлявших 30 народов Дагестана. Для Дагестана это огромное значение имело, потому что появлялась своя конституция, появились свои законы. Введение языков, даже как Сталин заявлял в декларации, оно и записано в декларации об автономии Дагестана, чем и привлекли на сторону горцев. Сталин сказал, если вы хотите жить по законам шариата, которые в целом не противоречат законам социалистического общества, мы даем вам право жить по этим законам. Поэтому эта декларация была принята единогласно. По словам историков, автономия была велением времени. Новая эпоха требовала иного национально-государственного обустройства Дагестана. Поэтому постулаты той декларации были положительно восприняты многими слоями общества. От дагестанской интеллигенции до простых горцев. Про возглашение о автономии республики привело к культурному и экономическому подъему. Стало стимулом для национального развития. За вековую историю в Дагестане было реализовано множество масштабных проектов и построены десятки важнейших объектов. Это заводы и фабрики, школы, вузы и дома культуры, дороги и мосты, больницы и электростанции. Про возглашение о автономии повлияло на то, что Дагестан нуждался в дальнейшей помощи развития экономики и культуры Дагестана. Поэтому они в первую очередь ориентировались не на какие-нибудь иностранные государства, Турции и так далее, а ориентировались как раз на Российской Федерации. В годы Гражданской войны огромные разрушения были, экономика упала, и только в составе Российской Федерации можно было все это восстановить. Примечательно, что сцену про возглашение о автономии запечатлел на своей картине первый художник-дагестанец Моэддина Раби Джималь. Правда, на ней нет многих дагестанских государственных деятелей, которые внесли большой вклад в принятие автономии в республике. В их числе отжилал Эддин Каркмасов, Саид Габиев и Тахагоди. Ручаться до достоверности изображенных здесь персонажей не приходится. Почему? Потому что большая часть президиума в 30-х годах, в 37-м году была репрессирована. Ну, ввиду этого художник, конечно, не рискнул их изобразить на своем полотне. Но два человека здесь, это исторические персонажи. Это Сергой Орджоникидзе, вот Бюстеву находится здесь рядом, который тоже внес довольно большой вклад в развитие экономики Дагестана. И сам народный комиссар по национальным вопросам Иосиф Сталин. А еще в музее, как реликвия, стоит стол, обитый зеленым сукном. Именно за ним и была подписана судьбоносная декларация. Декларация, которая, по мнению многих историков, впервые за всю многовековую историю Дагестана объединила все народы республики в единое государственное образование. Патимат Ханапова, Салман Гитихмаев, Новости ННТ, Буйнакск, Махачкала. Сегодня свое 65-летие отмечает народный поэт Дагестана, председатель правления Союза писателей республики Магомед Ахмедов. В Центре творческих поисков поэта размышления о судьбе человека в современном мире, смысле его жизни. Произведения Магомеда Ахмедова посвящены Дагестану, его истории, культуре и традициям. В литературном мире его считают духовным и поэтическим преемником Расула Гамзатова, поэтом, бывшему ему другом и наставником. Подробнее об этом в сюжете Алины Багиловой. Он приехал в Махачкалуч 14-летним мальчиком из селения Гонода Гунипского района. Пришел в союз писателей с недетскими стихами о горном туре. Тогда он и подумать не мог, что песня на его слова станет народной, а стихи и поэзия будут смыслом его жизни. А наставником окажется сам Расул Гамзатов. В этой тренде не было, я наизусть знал свои стихи и начал читать. Я думаю, как-то выбрасывать не будут. Я прочел стихи, и я одно прочел, второе прочел, третье прочел. И остановился автоматом. Он говорит, что Магомед? Как? Он говорит, что не знает вкус мёда, не надо целую бочку резко, хватит и одной ложки. Мы поняли этот момент. Его проникновенные, затрагивающие, серьезные темы стихи – это поэтический отклик на все, что происходит в жизни. Классическая формула – трещина, расколовшая мир, пролегает через сердце поэта. В стихах Магомеда Ахмедова также переживания за судьбу родного края, заботы о сохранении корней, обычаев, нравов и традиций горцев складываются в единую картину мира поэта. Неотъемлемая часть его творчества и духовная лирика. За каждое мгновение жизни нам придется ответить и перед Всевышним, и перед самим собой, и перед миром. А стихи тоже, если это ответ поэта, да, перед Всевышним, если ему дать был Божий дар, он должен за него отвечать. Вазуалиева, Расул Гамзатов стали ключевыми фигурами в поэтической и человеческой судьбе Магомеда Ахмедовича. Нахновитель, учитель, наставник и просто друг. Именно так он отзывается в народных поэтах, с которыми посчастливилось работать и дружить долгие годы. Люди с большой душой, вообще огромным сердцем. Они вообще удивительные были времена. Мне очень повезло со старшим поколением. Они всегда меня поддерживали, всегда относились ко мне, как к сыну. Если бы они не встретились, может быть, моя судьба бы вообще по-другому пошла бы. Для Магомеда Ахмедова религия, как и поэзия, является неотъемлемой частью его жизни. По его словам, именно вера помогает открыть до самых глубин свою душу, вытесняя все ненужное. Я очень благодарен Сайда Фанди вообще за вот это вот, как это даже назвать, я не знаю, это какая-то аура, которая от него идет, это его тепло, это его совершенно непонятная какая-то улыбка, которая к тебе все убирает, все плохое, никогда к тебе заставляет. Я выходил и думал, если бы я приходил к нему каким-то внутренним состоянием души, и когда выходил и думал, ничего плохого в этом мире не будет, пока есть такие люди. Понимаете, вот это ощущение должно быть и в поэзии тоже. Если прочитал ты стихотворение, то ты должен, после этого стихотворения, если на твоей душе стало как-то легко, на твоей душе стало как-то хорошо, ты почувствовал какой-то воздух свободный. Поэт, переводчик, критик, публицист Магомед Ахмедов представлял дагестанскую литературу в Москве и Якутске, Стамбуле и Иерусалиме, Дегеране и Ханое. От горского мальчишки, школьника до студента Московского литературного института имени Максима Горького прошел он большой путь профессионального становления. Магомед Ахмедов – лауреат многих литературных премий, в том числе знакового звания. В свое время мастер слова был признан лучшим поэтом России. И хоть сам он относится к этому философски, факт остается фактом. Поэтический мир Магомеда Ахмедова стал известен далеко за пределами Дагестана. Магомед Ахмедов – это один из выдающихся современных российских поэтов, дагестанский российский поэт. Я много его переводил. Он известен в России. Его переводили многие современные российские поэты на русский язык, на другие языки нашей великой родины. Алина Багилова, Муса Салгиреев, телеканал ННТ Махачкала. На аллее героев-медиков в Махачкале начали укладку асфальта и тротуарной плитки. Протяженность парковой зоны, которая тянется от духовного центра имени пророка Иса Мириму до Каспийского моря, составляет 1 километр 300 метров. На месте побывал наш корреспондент Хамзанур Магомедов. То, что мы видим здесь сегодня, результат ежедневной кропотливой работы. Каких-то пять лет назад это место было болотистым и заброшенным пустырем. Но благодаря усилиям Уфтията, физической и финансовой помощи простого народа, на этом участке, что между Каспийским морем и строящейся грандиозной мечетью, уже укладывают асфальт и тротуарную плитку. Что касается сроков укладки плитки в центральной части аллеи, то, начиная от моря, мы ее видим, до моста почти завершена, немного осталось. И вместе с этим мы уже подготовили основание, что и очень много времени занимает, и много усилий. Надо приложить от моста до мечети. У нас основание завершено и уже начали ставить плитку. Но по нашим расчетам в течение месяца основная часть аллеи, то есть от мечети до моря, то есть без всякой грязи, пыли, по такой прекрасной плитке люди могут ходить, местами, где круги, они могут отдохнуть. Это поистине знаменательное событие для всех дагестанцев. Все ближе тот день, когда аллея полностью будет обустроена. По инициативе Муфтия Дагестана ее уже назвали в память о героях-медиках, которые отдали свои жизни ради спасения других людей во время пандемии коронавируса. Уложить асфальт на этом участке планируют всего за 10 дней. Работы по обустройству аллеи продолжаются, но уже сейчас горожане прогуливаются по ней, любуются высаженными здесь именными деревьями, а возле берега моря, где заканчивается аллея, катаются с детьми на качелях. Аллею и духовный центр постоянно посещают люди разных национальностей, профессий и званий. Чиновники, ученые, именитые спортсмены. Сегодня это место постили известные в интернете блогеры. Им провели экскурсию, показали строящуюся мечеть и рассказали о том, что уже сделано и что предстоит сделать. Сказать, что я в восторге, это ничего не сказать. Впервые я в такой огромной, в огромной мечети нахожусь. Я в восторге просто нереально красива. Я думаю, еще будет красивее, когда все построится. Атмосфера такая, просто такое успокоение. Я не хочу отсюда уходить. Эмоции переполняют. Особенно мне понравилось, то, что народ может нести свою частичку и может к себе домой сюда заходить. Вот честное слово. Просто огромная красота здесь. Денья, парки, аллеи, я просто нет слов. Проект Духовного центра и аллеи Героев Медиков действительно уникальный. Он поражает своими масштабами и, как признаются посетители, удивительной атмосферой умиротворения. У строительства этого объекта нет определенного спонсора. Спонсором является сам народ, представители которого вкладывают в стройку свои силы и средства на всех этапах. При этом свой вклад вносят не только дагестанцы, но и жители других регионов России и зарубежья. Завершение строительства центра запланировано на 2025 год. Еще есть время, чтобы помочь народной стройке, чтобы потом не сожалеть о том, что не успел внести свою лепту в возведение будущей духовной жемчужины Дагестана. Хамзанур Магомедов, Финус Гитихмаев, Ибрагим Урсанов, Сагид Сагидов, телеканал ННТ, Махачкала. И к новостям спорта. Бой, забитом Магомед Шарипова, возглавит турнир UFC. Третий номер рейтинга полу-легковесов проведет свой очередной поединок в январе следующего года. По словам менеджера дагестанского бойца Резвана Магомедова, соперники на данный момент рассматриваются. В случае победы забит станет главным претендентом на чемпионский титул. Накануне спортсмен уже вылетел на подготовку в США. Напомним, что 29-летний Магомед Шарипов не проводил поединки ровно год. Под эгидой UFC он ведет серию из шести побед. На проходящем в Москве чемпионате России под Хэквондо копилка наград сборной Дагестана пополнилась тремя медалями. Сегодня бронзовым призером в категории до 80 кг стал Шамиль Исаков. А накануне на третью строчку педестала поднимались Саид Абдулаев и Магомед Расул Амаров. Национальное первенство началось 11 ноября. Напомним, что в стартовый день золото в весе до 58 кг завоевал дагестанец Али Алиев. Эта победа стала для республики первой за последние 7 лет. Таковы были все новости на сегодня. На этом я с вами прощаюсь. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова